МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В происшествии никто не пострадал. По рассказам водителя многотонника, он пытался избежать столкновения с неизвестным автомобилем, неожиданно выехавшим ему на перерез. В доказательство он предоставил съемки с видеорегистратора. С ними ознакомился Айрат Назипов. Авария попала в объектив видеорегистратора. Как видно на кадрах, водитель автобуса двигался по улице Тукая. Уже на перекрестке многотонная машина неожиданно свернула направо и остановилась лишь после столкновения со зданием мечети. Если присмотреться к картинке, то видно, как перед поворотом на пути автобуса оказалась иномарка. В середине дороги несколько кругов крутилась машина, легковушка, я имею в виду, легковушка покручилась и уехал туда, не остановил. Он по тормозам, чтобы избежать оттолкновения, вот в результате ударились. Очевидец, который находился в общественном транспорте, рассказал, что на перерез автобусу выскочила неизвестная иномарка. Сразу после аварии она скрылась с места происшествия. О нарушении правил дорожного движения водителям легковушки говорит и тот факт, что она выехала на перекресток, не предоставив преимущества многотоннику, двигающемуся по главной дороге. Светофор в тот момент не работал. Лично я ему сам сказал, лучше бы он избил эту легковушку, потому что виноватым не стал бы. На момент аварии в автобусе пассажиров было мало. Он только отъехал от конечной остановки, и в салоне никто не пострадал. Повезло и с тем, что в момент ДТП рядом с мечетью не было прохожих. Здесь 40 километров максимум, если ехал, максимум. Тут сказнулся, вот релесец как раз. И туда сказнулся, все, поехал. Скользко дорога сказалось? Да. Вылезли сразу? Ну, дорогу же не уберять же, видите, сами видите, что грязная дорога. Сейчас водитель автобуса надеется на поимку неизвестного водителя. И если номер машины не попал в видеорегистратор, есть вероятность, что помогут камеры наружного видеонаблюдения. На этом перекрестке они установлены практически везде. Айрат Назипов, Александр Лобанов, Вызов 112. 30-летний водитель «Шевролей» из Новошишминского района погиб в результате столкновения с КамАЗом. Смертельная авария произошла сегодня днем в Лаишевском районе. Тело мужчины из автомобиля извлекли сотрудники Алексеевского зонального поисково-спасательного отряда. Тело передали врачам, которые доставили его в морг Казани. Как произошла авария, сейчас выясняют инспекторы. Водитель большегруза не пострадал. Целая череда крупных аварий произошла в набережных Челнах. Два человека, молодая девушка и 29-летний молодой человек, погибли, не доезжая автограда. Алла Рыкова с подробностями. Водитель Порше уходил от погони. До этого он не подчинился требованию об остановке и только увеличил скорость. Но на Сармановском тракте он столкнулся с Ладой 14-й модели. Последнюю откинуло в фонарный столб. Водители отечественной легковушки срочно госпитализировали. Помощь медиков понадобилась также водителю и пассажиру Порше Каена. По утверждению очевидцев, они были пьяны. А на улице Машиностроительная в результате столкновения БМВ и Лады под управлением 18-летней девушки пострадали 4 человека. В результате ДТП пострадал сам водитель автомобиля ВАЗ-2114, также его два пассажира, а также пассажир с автомобилем БМВ. Все пострадавшие были госпитализированы в СМП. На трассе Казань-Челны возле Илабужского района столкнулись Тойота Камри и Лады 9-й модели. В результате ДТП погибла 20-летняя девушка из Нижнекамска, которая сидела за рулем отечественного автомобиля, и пассажир Тойоты, 29-летний молодой человек. Два человека, 22-летняя девушка, водитель иномарки и 19-летняя пассажирка Лады с множественными переломами и черепно-мозговыми травмами госпитализированы. Алла Рыкова, Ксения Антонова, Ильдар Шайдулин. Вызов 112. Два автомобиля Лада Калина вылетели в кювет после столкновения между собой. ДТП произошло рано утром на 37-м километре трассы Альметьевск-Сарманово. В результате аварии 34-летняя женщина, водитель одного из автомобилей, получила закрытую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место пожарные отключили аккумуляторы отечественных легковушек и вытащили их на проезжую часть. Вынесли ссор из избы. Свидетелями выяснения отношений между супругами стали посетители одной из букмекерских контор Нижнекамска. 31-летний мужчина пришел на место работы супруги с ружьем и открыл стрельбу прямо в помещении, где находились и сотрудники, и клиенты заведения. Алина Бережная знает детали. Это кадры с камеры видеонаблюдения. Мужчина буквально врывается в помещение с ружьем в руках и стреляет в потолок. В этот момент здесь находились 4 человека. Люди в спешке стали покидать контору. А через несколько секунд мужчина делает еще один выстрел в потолок. Никто не пострадал. После выяснения обстоятельств было ясно, что мужчина совершил данное действие хулиганского мотива из-за проблем в семье. В настоящее время мужчина находится на стадии бракоразводного процесса со своей супругой. Нижнекамец таким образом решил разобраться с женой, которая работала кассиром в букмекерской конторе. После инцидента его тут же задержали полицейские. Со слов задержанного было установлено, что данное оружие он нашел. В ходе разбирательства было установлено, что данное оружие было не зарегистрировано и является охотничьим. В ходе обыска сотрудниками полиции было данное оружие найдено, изъято. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас идет расследование. Также решаются вопросы о возбуждении уголовных дел по статьям «Угроза убийства» и «Незаконное приобретение» и «Передача, сбыт, хранение или ношение оружия». Алина Бережная, Светлана Шумкова, Максим Липин. Вызов 112. В Оренбурге задержали семерых предполагаемых фальшимовомонетчиков, сбывавших поддельные купюры в Татарстане. По версии сотрудников Управления экономической безопасности, помимо других городов России, они орудовали в Заинском, Альметьевском и Нижнекамском районах республики. Ущерб от сбытых подделок оценил Рамиль Шайдулин. Всех подозреваемых задержали по месту жительства в Оренбурге, хотя поддельные купюры, по версии полицейских, сбывались в разных регионах, в их числе и нескольких районах Татарстана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности установили, что двое из подозреваемых сбыли на территории Республики Татарстан фальшивые купюры, достоинства в 5000 рублей. Остальные факты сбыта были зарегистрированы на территории Оренбургской области. Чтобы извлечь максимальную выгоду, предполагаемые злоумышленники совершали мелкие покупки в местных магазинах. Во время обысков оперативники обнаружили и изъяли 5 поддельных купюр достоинством 5000 рублей. По данному факту, следственным отделом ОМВД России по Заинскому району, следственным управлением ОМВД России по Оренбургской области возбуждены уголовные дела. По признакам преступления предусмотрены частью 1 ст. 186 Уголовного кодекса РФ. Это изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до 8 лет. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Известно, что один из них был ранее судим. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Вызов 112. Выбери свой путь. Антинаркотический проект с таким названием запустили в Лаишевском районе. Его участники сформировали десант, в который вошли не только сотрудники полиции и представители различных ведомств, но и учащиеся школ и среднеспециальных учебных заведений, волонтеры и представители проекта «СМС-дети». В рамках первой встречи подростки провели флешмоб, призывающий сверстников прийти к правильному выбору. А после групповой акции стартовал спортивный праздник – перезагрузка. Не остались в стороне руководители учебных заведений и представители администрации Лаишевского района. Для них полицейские организовали семинар по повышению качества антинаркотической работы, на котором рассказали о методах повышения уровня профилактической работы в сфере незаконного оборота наркотиков. Проект планируется провести на территории еще нескольких муниципальных районов республики. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин